Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Формула права в эфире. С вами я, Анастасия Ибрайчева. И обсуждаем мы сегодня тему сделки с недвижимостью. Сразу скажу, кто у меня сегодня в гостях. У меня очень интересные эксперты. Александр Пыпин, директор аналитического центра компании гдеэтотдом.ру. Александр, день добрый. Добрый день, уважаемые слушатели. Дмитрий Щеглов, руководитель практики по недвижимости и строительству адвокатского бюро Леонтьев и партнеры. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Ну что, готовы обсуждать? Да, конечно. На самом деле, не просто сделки с недвижимостью хотелось бы обсудить, хотя это тема, которая интересует многих. Буквально недавно я находилась в одном из регистрирующих органов, и между собой люди, которые там находятся, они что-то говорили, спрашивали друг друга, задавали какие-то вопросы. И в том числе такой вот вопрос очень часто звучал, не один раз его слышала, поэтому я и озвучиваю. А вот что, вот как мне перевести там, допустим, на сына, на дочь, на кого-то еще, вот как по купли-продаже или по дарению, или еще почему-то формы сделок. Очень многим непонятно, но мне бы хотелось поговорить не об этом. Мне в первую очередь хотелось бы поговорить о более узком вопросе, о всем, что связано с мошенничествами в этой области, и в области именно недвижимости, и купли-продажи, естественно, перевода прав и отъема имущества в результате. Вот такая практика, Дмитрий, у вас такие дела имеются в практике, и какой способ вы бы назвали одним из самых распространенных? Ну, безусловно, имеются такие дела в практике, и сколько человечество знает себя, столько оно, в общем-то, знает и способов, наверное, защиты, и каждый раз что-то придумывается новое. И в то же время, так же, как и придумываются какие-то определенные способы мошенничества каждый раз. На мой взгляд, наиболее популярные, наверное, которые были и остаются, в общем-то, на сегодняшний день, это, например, при покупке недвижимости в новостройках остается такой распространенный способ мошенничества, как привлечение денежных средств на стадии строительства застройщикам, а потом по исполнению определенного этапа строительства застройщик просто растворяется с деньгами уже, которые собрал, в общем-то, от потенциальных, не потенциальных, а от своих соинвесторов, от этих дольщиков. И вот если эти деньги собирались не в рамках, например, договора долевого участия строительства, который подлежит регистрации, а в рамках, например, распространенных инвест-контрактов, то потом... Предварительных договоров, вексельных схем и так далее. Безусловно, да. То потом вынуть деньги обратно от этого застройщика не представляется возможным. Ну, вообще, я, кстати, хочу дополнить вас, Дмитрий, и сказать, что в связи с тем, что таких ситуаций действительно было много, у нас же закон о банкротстве был дополнен целой главой. Особенности банкротства застройщиков. И у них появился дополнительный реестр. Так у нас есть реестр кредиторов, да, а есть у них реестр по передаче прав на эти, допустим, квартиры, на недвижимое имущество. И люди, которые вот таким вот образом приобрели дом недостроенный и банкротятся этой компанией, очень часто там руководство уже может находиться под стражей, потому что, как правило, это связано действительно с совершением преступлений. Но, тем не менее, люди-то остались у наполовину, например, построенного дома. Кстати, самая большая проблема возникает тогда, когда люди остались, например, если несколько корпусов, и корпус конкретный вообще даже не начинался строиться. И тогда нельзя включиться в этот реестр никак, и единственное, на что можно действительно претендовать, это денежные средства. А денежные средства бывают заплачены 5-6-7 лет назад, и тогда квартиры по-другому стоили, и деньги по-другому стоили. Соответственно, люди обратно получают, только они сейчас взамен не купят себе даже пятой части этой квартиры. Поэтому это тоже большая проблема. А от этого как-то защититься, вот по вашему мнению, Дмитрий, можно? На мой взгляд, вообще, в принципе, не стоит заключать вот такие вот серые договоры, непонятный предварительный договор купли-продажи, или идти заключать инвест-контракт. Есть предусмотренная законом процедура, она отработана, это договор долевого участия. Вот в рамках договора долевого участия, он, наверное, максимально минимизирует риски со стороны дольщика. Потому что и договор регистрируется, и приобретаемая недвижимость в залоге находится у дольщика. Ну и вот есть определенные рычаги воздействия на застройщика, в том числе даже если застройщик по каким-то причинам, ввиду отсутствия финансирования, не сможет дальше продолжить строительство. Но какие рычаги, по сути, если у них денег нет? Денег нет, но, возможно, если есть дольщики, они могут объединиться, нанять другого застройщика, потому что разрешение на строительство сохраняется, нанять другого застройщика, который достроил это все. Вот, поэтому, безусловно, если мы говорим сейчас о банкротстве этого застройщика, о реестрах и так далее, бывает такое, что застройщик, например, действующий законодательство позволяет создать юридическое лицо с участием иностранного юридического лица. Да, и вот где? Как правило, у недобросовестных застройщиков генеральные директора подставные лица. А если участником у этого застройщика является юридическое лицо, иностранное юридическое лицо, да, созданное где-нибудь в офшоре, там, на BVI, каким образом какую-то ответственность наложить на это лицо, тоже непонятно. Ну, представляется просто невозможным. Вот, поэтому, прежде чем заключать договор долевого участия в строительстве и с конкретным застройщиком, необходимо, конечно, посмотреть, первое, сколько лет на рынке данный застройщик, какие у него есть проекты, уже построенные проекты, введенные в эксплуатацию, не то чтобы построенные даже, а введенные в эксплуатацию. То есть, посмотреть всю судьбу этого застройщика, положительную историю этого застройщика, и только поняв для себя то, что этот застройщик является добросовестным, можно идти на сделку и заключать соответствующий договор. Но именно, я еще раз повторяю то, что именно договор долевого участия, никакие иные сделки, все, что связано с договорами предварительной купли-продажи, инвестконтрактами, это серые схемы, которые давным-давно уже изучены, и это огромные риски для потенциальных покупателей. Ну, собственно, по этой причине и появился 214-й ФЗ, да? Безусловно, конечно. Потому что отследить было невозможно, и я знаю, что есть, может быть, у крупных компаний какие-то свои реестры или сторонние компании, которые ведут эти реестры, чтобы не было двойных продаж. Еще есть один момент, когда речь идет не о договоре долевого участия в строительстве, а когда речь идет о каких-то других серых, как вы сказали, схемах. Там же могут быть еще и двойные продажи, и вы никогда в жизни не проверите, первые вы, последние в этом списке. И, собственно говоря, кто же, даже если будет построен этот дом в результате, на одной и той же квартире может оказаться двое-трое претендентов. И кто из них потерял деньги или может только на деньги претендовать, а кто действительно сможет получить эту недвижимость, это тоже большой вопрос. Напомню нашим слушателям, что мы обсуждаем сегодня сделки с недвижимостью, и в первую очередь решили коснуться вопроса мошенничеств. А вот кроме новостроек, может быть, вторичка, какие наиболее распространенные способы по вашей практике? Ну, вот на нашей практике, знаете, вот один случай вам расскажу, он не настолько распространенный, сколько возможный, очень интересный случай. Мы не вели это дело, мы были сторонними консультантами. К нам обратился клиент, он покупатель был, приобрел квартиру у физического лица, сам тоже физическое лицо, приобрел квартиру у физического лица. Прошло какое-то определенное количество времени, не так много, может быть, полгода. И к нему пришла судебная повестка, вызывают в суд. Значит, к нему обратились с иском, а признание договора недействительным. Кто обратился? Обратилась жена продавца. Основанием для обращения послужило то, что, значит, продавец, продавая эту квартиру... Сказал, что он не в браке. Нет, нет, там более сложная схема. Не отдавал отчет своим действиям. И представил справку из психоневрологического диспансера, в котором полежал какое-то время. И врачи продиагностировали, ну, обывательским языком сказать, это вялотекущая шизофрения. То есть, когда приступы периодически возникают у человека, и вот как раз в период этого приступа он совершил эту сделку. Провели кучу экспертиз по этому поводу в рамках судебного заседания, процесса вообще всего. И вот, к сожалению, продавец выиграл процесс. То есть, действительно, его признали... Да, его признали не отдающему отчет при совершении сделки. Вот такие случаи тоже бывают. Это не распространенный, сколько, наверное, интересный случай. А наиболее распространенные, на мой взгляд, они как были, так и остаются. Это продажи арендованных квартир по подложенным документам. То есть, либо паспорт подделывают, либо подделывают документы на квартиру, свидетельство о праве собственности. Показывают просто это свидетельство и говорят, что вот эта квартира принадлежит мне. Да, и либо, ну, здесь совсем извращенная схема, уже не без нотариуса, конечно, находится, когда подделывают доверенность от нотариуса, нотариальной доверенности с правом продажи квартиры. Вот. Такие тоже, в общем-то, схемы существуют. Ну вот смотрите, на самом деле я сталкивалась в своей практике не только не с тем, что, как вы говорите, не без нотариуса, а с подделкой нотариальных печатей и штампов, которые они ставят. И здесь тоже есть один момент, который мы обязательно обсудим. Я напомню нашим слушателям, что мы обсуждаем сегодня вопросы сделок с недвижимостью, затронули тему, которая связана с мошенничествами, где чего нужно опасаться, что нужно проверять. Мы эту тему продолжаем. Сейчас мы прервемся на новости и после этого продолжим нашу беседу. Итак, мы продолжаем нашу сегодняшнюю передачу «Формула права в эфире. Сделки с недвижимостью». Мы сегодня обсуждаем эту тему. Напомню, что у меня в гостях Дмитрий Щеглов, руководитель практики по недвижимости и строительству Адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» и Александр Пыпин, директор аналитического центра компании «Где этот дом.ру». И мы обсуждали, как я уже говорила, под таким углом сегодняшнюю тему именно с точки зрения мошенничества. По крайней мере, это первое, что хотелось бы озвучить на сегодняшней программе. И как раз говорили о следующем. Вот тот момент, та история, которую вы рассказали, в котором, я так понимаю, что супруга дала своему мужу-то согласие. Согласие, да. Она дала своему мужу согласие на заключение этой сделки. Конечно. Она что, не знала, что он недееспособный? А вот тут как раз... Это уже мошенничество получается, на самом деле. Да, мы про это и говорим, потому что это мошенничество, да. Она, безусловно, давала согласие. Но она давала согласие, условно говоря, год назад, да. А сделка по прошествии полугода совершена после этого согласия. А заболел-то он когда? Ну вот у него период этот как раз наступил по прошествии полугода отдачи согласия. Это период, а бывают стадии ремиссии, я так понимаю, когда человек абсолютно нормальный. Я вас понял. Ну, здесь вот история умалчивает, и, в общем-то, мне кажется, даже вопросов таких не задавали. Мы не вели процесс, мне сложно сейчас ответить на этот вопрос, когда узнала супруга о том, что он больной человек. Ну, потому что если она... В момент заключения брака она об этом узнала, или она узнала в момент все-таки отчуждения квартиры. То есть здесь тоже это такой момент, который, в общем-то, наверное, суд должен был установить. Вот смотрите, что такое хищение с точки зрения уголовного кодекса, да, это... То есть не хищение, а мошенничество. Это хищение путем обмана или злоупотребления доверия. И в данной ситуации, если просто у вас такой пример, да, он, с одной стороны, вроде эксклюзивный, интересный, но, с другой стороны, я понимаю, каким образом он может применяться вот с точки зрения именно мошенничества. Когда человек, который внешне выглядит совершенно нормально, и не возникает вопроса в том, что он не понимает, какой сегодня день, там, недели, месяц, год и так далее, он же приходит, например, к нотариусу, если у нотариуса он дает доверенность на тех людей, которые регистрацией занимаются, это наиболее частый способ, да, когда идет регистратор регистрировать сделку. То есть с большой долей вероятности у нотариуса был, который проверил у него дееспособность. Сейчас, кстати, обсуждается вопрос о том, чтобы все сделки у нас на сегодняшний день, куплю-продажу недвижимого имущества, в том числе жилья. Не нужно удостоверять этот договор, может быть, составленный в простой письменной форме, но хотят вернуть обратно нотариусам, потому что раньше такой договор требовал обязательного нотариального удостоверения. Но на настоящий момент этого нет. Но тут тоже большой вопрос. Нотариус же не врач, а психиатр. Конечно. Да, то есть он смотрит, что человек ориентируется, человек понимает, что написано в документе, знает, как его зовут, там, какой день недели и так далее. То есть он внешне производит впечатление человека, который уверен в своих действиях и понимает действительно, что они означают. Но в действительности может оказаться все, что угодно. А вот в вашем конкретном примере я просто подумала, что если о болезни своего супруга, вот эта вот жена, которая дала согласие, знала до того, как давала это согласие, то это уже мошенничество. Безусловно. Потому что деньги наверняка они уже возвратить не могли. Квартира-то у нас, если сделка недействительная, все возвращается на свои места. Да, двусторонняя реституция так называемая. Когда тот, кто получил деньги, отдает деньги. Тот, кто получил квартиру, отдает квартиру. Вот в данной ситуации человек получил квартиру, он отдает квартиру, должен взамен обратно свои деньги получить. Конечно. Но этих денег наверняка в наличии уже нет. Собственно говоря, если зная о том, что человек был болен, и что на этом основании можно потом попробовать сделку оспорить, и вот даже с большой долей успеха, а может у них еще и не первый раз это было, кстати, надо посмотреть. Здесь, на самом деле, здесь большой вопрос и большая проблема доказать, что жена знала об этой болезни до совершения сделки. Потому что, условно говоря, предположим, не беря в расчет эту ситуацию, поженились, через полгода он продает квартиру. Купили квартиру сразу же, купили квартиру в период брака, совместное имущество, требуется согласия. Через полгода он продает эту квартиру. Мы сказали, что она год назад дала. Нет, ну я к примеру говорю. Согласен, ну это условно, понятно. Да, условно. И она, конечно, когда же она выходила за него замуж... Максимум, что она посмотрела, это паспорт. Но в паспорте же не указано, что он, в общем-то, у него вяло текущая шизофрения. Вот, поэтому вопрос большой. И доказать это практически, я думаю, что невозможно. Сейчас я прошу прощения, это мой косяк оказался. Почему-то у меня с собой телефон. Можно там паузу поставить на счетчике на секунду? Дины нету? Это может кто-нибудь паузу поставить на счетчике? Никого нету, никто нас не слышит. Какая неудача? Я очень прошу прощения, я уже выключила этот аппарат. Не могу понять, откуда звонит. В любом случае, напомню нашим слушателям, что мы обсуждаем сегодня тему сделки с недвижимостью. Это частный случай, но вот у меня, например, в практике была ситуация, когда просто взяли, подделывали паспорт человека с теми же самыми реквизитами. Ну, все то же самое абсолютно. Причем паспорт был выполнен на очень хорошем уровне. Не определили эту подделку ни нотариусы, ни, соответственно, в регистрационной палате. Там было все то же самое, кроме подписи и фотографий. Там была другая фотография. Причем этот паспорт у человека не был утерян. Сделали точно такой же. Это не найденный паспорт, который как-то переделали. Сделали точно такой же, по нему восстановили документы и продали квартиру. И потом долго и упорно пришлось человеку, у которого чью, реально чью квартиру продали таким образом, судиться. И, в общем, в любом случае это приводит к огромным нервным потерям и финансовым тоже, и временным тоже. Потому что, если бы, например, нужно было продать эту квартиру срочно или еще что-то, это было бы невозможно в связи с тем, что она просто в какой-то момент находилась не у собственника. И это большая проблема. Ну вот скажите, пожалуйста, Александр, а у вас, вы как-то сталкиваетесь с такими моментами, связанными с мошенничеством или с защитой от мошенничества при выборе объекта недвижимости, например, для приобретения? Здесь больше всего может пострадать, на самом деле, покупатель, потому что, если сделка признана действительно, он отдаст квартиру, вернут ли ему деньги или нет? Большой вопрос. Ну, совершенно верно. На самом деле, один из важнейших элементов защиты от мошенничества это во многом соблюдение закона самим покупателям, потому что не секрет, что довольно часто, например, те же самые суммы, которые передают, соответственно, продавцу денег, они указываются не полностью за квартиру, например, в размере одного миллиона, но понятно, что это делается для ухода от налогообложения, хотя далеко не во всех случаях это на самом деле оказывается необходимо, потому что, например, если ты владеешь квартирой больше трех лет и там не очень намного дороже ее продаешь, чем изначально покупал, то, в принципе, ты можешь подать декларацию и тебе начислить налог всего лишь на ту разницу, на которую ты заработал на несколько сотен тысяч рублей за несколько лет. И даже порой ради того, чтобы сэкономить 13% налог с этих нескольких сотен тысяч рублей идут вот на такое занижение суммы в договоре купли-продажи. Александр, я буквально перебью вас, сейчас тоже скажу по памяти, но, насколько я помню, если человек владеет недвижимостью больше трех лет, он вообще освобождается от уплаты налога с этих денег. А вот если он меньше трех лет, тогда освобождения этого нет. Поэтому, например, в объявлениях о недвижимости всегда пишешь «собственность более трех лет», например, это как сигнал для покупателя, что можно полную сумму писать, даже если она значительно больше. Здесь вот этот момент, мне казалось, надо прояснить, но дело-то не в этом. Я, кстати, совершенно правильно говорю, что если сумма не отражает существо договоренности, например, указали миллион, передали десять, и сделка вдруг будет признана недействительным, то вам вернут, даже если вернут вообще что-то, то это будет миллион. Ну, там на самом деле несколько тоньше все делается, поскольку на вторую сумму пишутся отдельные бумаги, она как бы является подтверждающими, что куплены некие неотделимые улучшения, там, не знаю, золотые унитазы или что-то в этом роде. То есть как бы на вторую сумму тоже обычно деньги есть, документы есть, но они, так скажем, более юридически рискованные, и эти деньги сложнее взыскать в том же суде. Но дело в том, что на основе именно занижения суммы в договоре купли-продажи часто строятся именно мошеннические схемы. Например, есть такая схема, что собственник договаривается с неким фиктивным покупателем и продает ему квартиру там за 900-500 тысяч рублей, то есть по цене, которая гораздо ниже, чем рыночная. Потом эта квартира перепродается уже к конечному покупателю. И вот неожиданно, как черт из табакерки, возникает исходный собственник квартиры, который говорит, что он действовал в момент сделки, как бы был вне себя, его заставили психологически, физически, то есть сделка совершена против его воли. А что является, собственно, доказательством того, что сделка совершена против его воли? А, собственно, сумма. Вот я продал квартиру на Арбате за 500 тысяч рублей, вот договор. И таким образом уже конечный покупатель, который, может быть, через множество цепочек приобрел квартиру, ну, собственно, он уже попадает под существенные риски того, что, собственно, будет сделка признана недействительной, вот так вот по цепочке все это будет возвращаться. Соответственно, он будет вынужден вернуть квартиру, а получит ли он назад деньги, особенно учитывая, что исходно мошенники такие обычно действуют в сговоре, да, занижая сумму в договоре. Собственно, это очень-очень большой вопрос, и, собственно, известные прецеденты, когда в итоге люди оказывались и без квартиры, ну, собственно, и без денег. То есть вот такая схема мошенничества на рынке существует. Опять же, да, то есть важно попытаться проверить, когда вы хотите купить квартиру, да, об каким суммам сделок были завершены предыдущие договора купли-продажи. Кроме того, да, чтобы обезопасить себя, желательно изучить историю квартиры, как много было сделок купли-продажи, потому что если сделок купли-продажи было много, и они проходили одна с другой конвейером, там, буквально в течение одного-двух месяцев, то это тоже во многом... Это же сигнал. Да, это сигнал, что нужно как бы уши навострить и более глубоко проверять эту квартиру. Кто, что, почему и как делал. Тем более, что сейчас, да, я, может, так скажем, немножко в другую сторону отойду. Благо, есть так называемые всякие социальные сети, да, и многие вещи можно даже пробить вот через них, да, потому что тот же собственник, он не имеет доступа до какой-то оперативно-розыскной деятельности, к данным участковых и прочих вещей. По поводу интернет, между прочим, вообще, в принципе, не только социальные сети. Я напомню, что у нас сейчас все суды имеют свой собственный сайт. Вообще, все суды, любой, и арбитражный, и в том числе, общая юрисдикция. Вот когда речь идет по спору о правах на недвижимое имущество, это исключительная подсудность, и такие иски могут рассматриваться только в том суде, которому эта квартира и этот адрес непосредственно подсудный. Поэтому, если были какие-то споры по данному жилью, то, в принципе, эти споры должны были рассматриваться в этом суде, в районном, местном, который на территории этой квартиры находится. А дальше, если мы знаем фамилию или фамилии и собственников этой квартиры, предыдущих, мы можем по их фамилиям посмотреть, на сайте каждого суда есть база данных по делам. К сожалению, в судах общей юрисдикции не сказать для меня лично, по крайней мое такое мнение, чтобы она была очень точная или очень полная, но там очень много при этом информации. Просто там, к сожалению, встречаются опечатки, на мой взгляд, еще не такого качества, как в арбитражном суде база данных, но, тем не менее, там тоже можно получить массу информации. Можно при вот такой личной проверке зайти на сайт соответствующего районного суда, ввести там фамилии предыдущих владельцев или того, кто сейчас продает продавца, или есть данные там еще раньше, и посмотреть, не судились ли они за эту квартиру. Потому что нередко, правда, гораздо реже, чем в том же арбитражном суде, но нередко и выкладываются решения суда на этих сайтах. И в любом случае можно посмотреть категорию спора, например, риски о праве собственности, или там жилищные, или еще какие-то. И если вы увидите, что вообще какое-то судебное дело было, значит, тут же нужно понимать, что нужно как минимум, если вам эта квартира продолжает быть интересной, нужно как минимум спрашивать у продавца документы и информацию, что это были за судебные споры. И посмотреть решение суда в данной ситуации, это обязательно. И здесь вот напомню нашим слушателям, что мы обсуждаем сегодня тему сделки с недвижимостью, мы говорим сегодня обо всем, что связано в том числе, как одной из частей нашей программы, но я думаю, что мы, наверное, всю программу сможем об этом говорить, потому что уж очень много информации. Обсуждаем мошенничество в этой области, сейчас прервемся на новости, и после этого сразу вернемся и продолжим беседу. Итак, формулу права в эфире. Обсуждаем сегодня сделки с недвижимостью, сейчас говорим о том, какого рода мошенничества могут в этой области происходить, какие документы, на что нужно обратить внимание, что нужно проверить. И у меня сегодня в студии гости Александр Пыпин, директор аналитического центра компании гдеэтотдом.ру и Дмитрий Щеглов, руководитель практики по недвижимости и строительству адвокатского бюро Леонтифу Партнеры. Ну вот смотрите, Александр, мы с вами до новостей говорили о том, что нужно обязательно посмотреть, в принципе, как много перепродавалась эта квартира, большая ли была там цепочка сделок, а по возможности проверить по сайту суда, например, не было ли там каких-то еще споров. А вот на что еще посоветуйте обратить внимание, исходя из того, какие способы мошенничества распространены? На самом деле, если, например, речь идет о квартире, которая продается после завещания, да, там по закону или, собственно, да, именно по завещанию, да, то есть в наследственная квартира, то, если, например, собственно, квартира была завещана некому постороннему по отношению к умершему лицу, да, то есть какой-то там сиделке, какому-нибудь там четверохюродному брату, да, при том, что у умершего есть близкие родственники, то очень часто это приводит к тому, что, собственно, эти родственники, они в итоге подают в суд. Пытаются оспорить завещание само по себе. Да, да, да. Опять же, говорят, что когда было написано это завещание, умерший был не в себе, там болел. Особенно если умерший был, так скажем, в возрасте, то это с высокой степенью вероятности даже может быть доказано в суде. И, собственно, опять же, купленная такая квартира, она может уже попасть в зону риска. И на самом деле есть такая примета, что если у квартиры много наследников, то это даже неплохо. Это хорошо. Это значит, что каждый получил свою долю, да, и, собственно, уже как бы споры разрешены. И, то есть, не появится никакой черт из табакерки какой-нибудь... То есть, если собственников, там, допустим, 5-7 человек, все наследники одного, и у каждого там по одной седьмой. Вот они скоперировались и продают. Вы этот момент имеете в виду? Это сделка, да, сделка будет сложнее, но, по крайней мере, у вас и уверены, что все... И просто надо собрать всех в одном месте, но зато меньше вероятности споров. Что все, кто как бы что-то хотел, все они получили, да. То, что если кого-то обошли из близких родственников, это уже, собственно, вероятность судебных процессов в будущем. Вы знаете, я, кстати, сейчас вспомнила, у нас в свое время мы обсуждали вопросы, связанные со сделками с недвижимостью, и вот такой хороший рецепт посоветовали. Он немножко долгий, но хороший. Почему я вспомнила об этом? Потому что я вижу периодически, когда сталкиваюсь с какими-то банковскими документами по залогу, или по ипотеке, естественно, например, на то имущество, которое приобретает, человек хочет приобрести квартиру, и для того, чтобы банк одобрил или не одобрил ему кредит на эту конкретную квартиру, нужно предоставить документы на квартиру, да. Банк проводит экспертизу, он не только смотрит, можете ли вы выплатить кредит и все, что связано с вами, вашими доходами, но и проверяет непосредственно эту квартиру. Во-первых, как способ проверки жилья озвучивался, и мне этот способ понравился, хотя он длительный, да. То есть это, конечно, не способ, который можно осуществить сегодня, завтра, послезавтра достаточно оперативно. Это обратиться в банк или в несколько банков за кредитом под эту квартиру. Можно его потом не брать, но, тем не менее, за вас будет проведена еще и вот такая правовая экспертиза банковская, а они-то тоже проводят весьма тщательно, потому что они хотят понимать, что предмет залога никуда не растворится, не признается недействительным или что-то еще. А почему я вспомнила, вы сейчас, Александр, как раз про наследников рассказывали, и прочее, очень многие банки в залог вообще не принимают недвижимое имущество, которое перешло по наследству в течение срока исковой давности, как минимум. А срок исковой давности, напомню, это три года с даты получения этого наследства. Я бы даже сказал, что срок исковой давности, на мой взгляд, даже больше, потому что там какое-нибудь лицо, которое уходит за границу, оно может узнать, что умер родственник и через 10 лет, например. Ну, по крайней мере, оно так скажет, что я вот только что узнал о том, что мой внучатый дедушка умер там когда-то, да. И такая ситуация тоже вполне возможна. Еще у нас была одна программа, она была посвящена нотариату, и тоже вот то, что вы сейчас говорите, мне сразу параллельно аналогия. Тогда мы как раз одной из тем обсуждали, что нотариусам хотят вернуть обязательно нотариальное удостоверение с дел о купле-продаже недвижимости. И, с одной стороны, в общем, это дополнительные расходы, просто время и расходы влечет для сторон, потому что это достаточно дорогое нотариальное действие. Но, с другой стороны, мне рассказал нотариус, которая была у меня тоже в гостях в программе, рассказала интересные вещи. Она рассказала конкретно про Францию и говорила о том, что во Франции, насколько помню Францию, сейчас могу, может быть, немножко со страной ошибиться, но, по-моему, нет, что во Франции там есть именно нотариальное удостоверение сделок. Но там нотариус не просто смотрит на людей, выглядят ли они адекватными, дееспособными, соответствуют ли паспорта и так далее. Там нотариус проводит полную проверку, действительно, сделка, которая происходит. А у них развит, естественно, вот этот электронный документооборот. Сейчас он у нас только начинает развиваться. И нотариус имеет возможность при проверке, он сразу не удостоверит, люди пришли с документом, он не удостоверит сразу этот документ. Он может запросить ЗАГС, были ли там другие дети, особенно если речь идет о наследниках, допустим, квартиры, полученные по наследству. Были ли другие там дети, супруги и так далее. То есть все, что ЗАГСом у нас регистрируется. А ЗАГСом все регистрируется, начиная от рождения, заканчивая смертями и, собственно, посередине и браки и так далее. Вся интересующая информация. И если мы видим, что, например, по наследству, по закону получил один ребенок, а на самом деле есть второй, может, он тот самый, который за границей, не знает, что у него кто-то умер, да, и наследство мог оставить, уже может нотариус не удостоверить без получения там согласия этого человека. Один вариант. Второй вариант. Точно так же нотариус имеет возможность сам запрашивать рекпалату, ну, их аналог, да, рекпалата, и производить иные способы проверки. И вот, например, в такой ситуации я совершенно начинаю четко понимать, а за что платить деньги, даже значительные деньги, при удостоверении сделки нотариусом. Я не говорю о том, что нотариус еще и за это несет ответственность, у него она должна быть застрахована. Но вот у нас сейчас пока, насколько я знаю, электронный документооборот налажен, не знаю про регионы, но в Москве вроде бы уже, да, между рекпалатой, Росреестром нынешним, и нотариусами. Например, о ЗАГСах, о том, чтобы в ЗАГСах это имело место быть. Такого я даже не слышала, хотя ЗАГСы — это большая проблема. В каком смысле? У меня в практике было дело, когда по определенным... Ну, конечно, некачественно была проведена правовая экспертиза человеком, который приобретал жилье, но это было очень давно, это было 8 или 9 лет назад, несмотря на такие сроки были основания, и суд все эти сделки порушил, и квартиру не забрал. Но момент следующий. Там один из людей, который продавал квартиру, но в момент продажи был уже умершим. А продажей занимался представитель по доверенности. Если бы во время проведения правовой экспертизы, которые, по идее, должны в Росреестре при регистрации сделки заниматься, если бы они имели возможность доступа к данным ЗАГСа, они могли бы получить сведения о том, что у них продавец умер, и эта сделка никогда бы не была зарегистрирована, это мошенничество никогда бы не произошло. А в данной ситуации этого не было произведено. Каким-то образом можно эту информацию, я имею в виду законным образом, сейчас получать? Вот коллеги, может быть, подскажете, или сейчас все-таки нельзя это сделать? Увы, законным образом... Я вот тоже не знаю способов, поэтому я искренне спрашиваю. Получать такую информацию невозможно. Про чужого человека узнать, не умер ли он, например, да? Вот такой интересный запрос. К сожалению, невозможно, по крайней мере, в разумные сроки. Потому что, насколько я знаю, есть различные способы запроса через МВД адресно-справочную информацию, человек там выпился, не выпился, но там срок ответа тоже может быть достаточно большой, особенно в другом регионе, где-то находится или как-то засветился, да? И в этой связи довольно часто как раз обращаются люди именно к риэлторам, потому что у них есть неформальные связи, чтобы получить какие-то документы из различных диспансеров, психологических, наркологических, из отделений милиции, какие-то расширенные выписки из домовых книг, историю сделок из Росреестра. То есть эти все документы, которые являются, на самом деле, или для внутреннего пользования, которые могут получать какие-то правоохранительные органы, но вот физическое лицо прийти их и получить не может. Даже если ты, например, их получаешь относительно себя, и то ты получишь какой-то ограниченный размер информации. И, к сожалению, именно вот такая, я бы сказал, тотальная непрозрачность, которая есть в нашем государстве, она именно и порождает, собственно, почву для мошенничества. Потому что мошенничество, оно, как правило, строится на том, что до покупателя не доносит какую-то часть информации, которая на самом деле является существенным для принятия решения о покупке или не покупке квартиры. Я вот думаю, что нас слушатели послушают и будут покупать квартиры, которые с момента застройки принадлежали одному человеку, который, слава богу, не умер, и через 30 лет после получения этой квартиры решил ее продать. Грубо говоря. А все остальные квартиры, в общем, уже по-любому ведь обладают каким-то определенным риском. Очень часто. Ну, риски существуют всегда и везде. Невозможно осуществить сделку абсолютно без рисков. Их можно максимально минимизировать. И для того, чтобы прежде, чем заключить договор от покупателя, от продавца, точнее, покупателя, нужно требовать максимальное количество документов. Максимально. Если мы говорим о... Мы, кстати, затронули тему о необходимости посмотреть всю историю этой квартиры, да, все операции, которые были проведены. К сожалению, на сегодняшний момент эти операции можно посмотреть только при получении расширенной выписки, которая может быть выдана только продавцу, только собственнику. Мы, вот как потенциальные покупатели, такую расширенную выписку в Росреестре запросить не можем. Ну, то есть мы можем, нам не дадут ее. Поэтому от продавца нужно требовать максимальный набор документов. Это и расширенную выписку, чтобы посмотреть все операции с этой недвижимостью. Совершенно справедливо вы сказали, то, что в этой расширенной выписке будут и продавцы, и покупатели. Можно посмотреть по судебной базе. Обязательно. Не можно, обязательно нужно посмотреть по судебной базе, как раз вот по этим продавцам и по покупателям. Имело место быть какие-то судебные разбирательства, какие-то споры в отношении этого имущества. Обязательно надо запрашивать справки из психонерологического и наркологического диспансера. Многие этого не делают. Многие на это смотрят так, да вы что, я что, на психа похож, говорит продавец. И продавцу от покупателя то же самое нужно делать. Тоже, чтобы покупатель предоставил такие справки. На самом деле, покупатель-то рискует чем? Он больше рискует? Рискует больше. Рискует больше. Ну, представим такую ситуацию, когда покупатель объявляет себя, объявляет то, что он не отдавал отчет своим действиям при совершении этой сделки, при заключении этого договора. И тогда что? Продавец должен вернуть ему деньги, ну, а, соответственно, тот возвращает недвижимость. Но мы все прекрасно понимаем, вот сразу, Дмитрий, мы прекрасно понимаем следующее, что человек продал квартиру, он не обязан эти деньги хранить вечно, думая, а вдруг кто-нибудь захочет сделку расторгнуть, чтобы я ему эти деньги вернул. Ну, он эти деньги совершенно спокойно тратит, и уж точно найти их потом далеко не всегда представляется возможным, потому что далеко не всегда человек на себя что-то новое приобретает. И получается, что квартиру-то вернуть легко, потому что она есть в наличии, да, как бы. А денег в наличии нет, ну, вот вечный должник у нас может образоваться, да. Это тоже может быть. Вот со стороны покупателей, я, кстати, в своей практике, честно говоря, ни разу не сталкивалась с тем, что покупатель... Основные риски несет, конечно же, продавец. Да, пытался расторгнуть этот договор. Конечно, несет продавец. Основные риски несет продавец. И вот максимально, я закончу свою мысль, максимально для того, чтобы минимизировать свои риски, максимально нужно получить набор информации, максимально документов запросить от продавца. И только после этого мы, ну, как бы, эта сделка, она будет, во-первых, максимально прозрачна, и, во-вторых, с минимальными рисками. Что касаемо вот нотариального удостоверения сделок, я считаю то, что это замечательная идея, вот в будущем, то, что хотят внести обязательность удостоверения. Это замечательная идея. Единственное, что... Дмитрий, одну секунду, я все-таки вынуждена вас перебить, потому что мы обязательно обсудим вот этот вопрос, связанный с нотариальным удостоверением сделки, но после того, как мы выслушаем новости. Итак, мы продолжаем программу, обсуждаем сегодня сделки с недвижимостью. И до новостей мы как раз говорили о том, что нотариусы будут, возможно, удостоверять сделки с недвижимостью, хорошо это или плохо. Вот вы считаете, хорошо. Почему, Дмитрий? Я считаю, это замечательная идея, потому что, во-первых, эта практика используется во многих странах Европы, она уже достаточно обкатанная. Я извиняюсь, что перебиваю, но когда нотариус сможет реальную проверку провести, реальные действия, это безумно нужная вещь. И она стоит того, чтобы за нее платить и тратить на это время, и обращаться за этим нотариальным действием к нотариусу. Но сейчас, на сегодняшний день, нотариус не может этого сделать. Вот об этом-то и речь. Да, это большая проблема. Отсутствие документа оборота и информационного взаимодействия между нотариусами, Росреестром, ЗАГСами, на сегодняшний день это большая проблема для того, чтобы провести качественный юридический аудит, правовую экспертизу сделки. И, кстати, база данных по завещаниям, например. То есть, насколько я знаю, имеется база данных по открытым наследственным делам. А вот что касается завещаний, тут достаточно сложно, например, узнать, было ли какое-то завещание в какой-то другом городе. На данный момент, сегодня, насколько я знаю, нотариус этого может и не узнать. Это может не быть ни в какой базе данных. И потом, проведя эту проверку, вроде бы как нотариус ее провел, а на самом деле выяснили, что в каком-то городе за 3000 километров страна у нас большая, было какое-то завещание, которое человек не знал. Главное, чтобы мы потом, впоследствии, в случае, если этот законопроект действительно вступит в силу, будет такой закон об удостоверении, главное, чтобы это все не свелось к таким формальному удостоверению. Так и убрали, я так понимаю, это нотариальное действие, оставили только по желанию сторон, только потому, что это больше формальность. Вот. Чтобы это не было формальностью, необходимо вменить нотариусу персональную ответственность за каждую признанную сделку недействительно по его вине. И тогда нотариус, и тогда нотариусы... А как мы вину будем устанавливать? Вот как вину будем устанавливать? Ну, если, допустим, нотариус удостоверил сделку, но при этом не посмотрел, не провел качественный аудит, не провел правовую экспертизу. Вот смотрите, как сегодня может... Тут тоже, я согласна с вами, но это вопрос не про сегодня. Не про сегодня. Потому что каким образом нотариус сегодня узнает, были ли еще какие-то другие дети у наследодателя? Он может сегодня только написать письменный запрос, теоретически, в ЗАГС. И ЗАГС ему теоретически должен ответить. Срок не установлен, но общий месяц у нас на ответ. Это мы сколько сделку будем проводить, да? Да. Причем он может, там, ну, допустим, несколько ЗАГСов. При отсутствии общей базы по всем ЗАГСам Российской Федерации это сделать невозможно, потому что наследователь жил во Владивостоке, ребенок у него в Калининграде. Брак заключил, да, где-то еще. Да, где-то в Ухте там у него еще один ребенок. Конечно, при отсутствии этой базы, единой базы, конечно, провести юридический аудит на сегодняшний день не представляется возможным. Качественный юридический аудит. Но к этому надо и стремиться. И уж тогда обязательность удостоверения сделки надо, наверное, делать одновременно и с информационным взаимодействием всех органов для того, чтобы проводить этот аудит. Александр, у вас скептическое, я смотрю, настроение в отношении проверок нотариусами. Ну, дело в том, что я согласен с тем, что сейчас, да, наша система государственной власти, включая в нее нотариат, да, если можно так сделать, она, ну, не готова, не готова, да, к тому, чтобы такая система была введена. А при этом услуги, да, которые будут нотариусы предоставлять в рамках, если это будет введено, да, они будут достаточно дорогостоящими для населения, а фактически, фактически в текущей ситуации ту работу, которую могли бы нотариусы выполнять, все равно будут выполнять риэлторы, да, добывая те документы, которые они добывают через свои каналы дополнительно к тем, которые можно получить законными способами, будут выполнять регистраторы Росреестра, которые они должны выполнять в рамках своих должностных обязанностей, потому что у них там тоже целый список того, что они должны проверить, но на самом деле, когда на практике люди сталкиваются с расторжением сделок, то выясняется, что, собственно, ничего из этого... Никакая правоэкспертиза практически не проводилась. Да, она не проводилась, но при этом выясняется, что они вроде как и не должны были, они в рамках своих должностных обязанностей делали все, что могли, поэтому никакой вины там у регистраторов в связи с тем, что они такую вот левую сделку зарегистрировали, нет, и быть не может, да. И то же самое на самом деле происходит и с нотариусами, да, когда какие-то вопросы возникают по тем документам, которые они заверили, а выясняется, что документы были, так скажем, не совсем юридически чистые, да верные и так далее. Нет, но у меня всегда возникает большой вопрос. Что же выясняется, что вины нотариуса нету в этом? Я, кстати, этот вопрос непосредственно нотариусам задавала, и они тоже мне не смогли четко на него ответить, скажем так. Понятно, что есть определенные инструкции и так далее, но вот дать такого хорошего, понятного, открытого ответа мне не смог никто. На вопрос, а как нотариус проверяет дееспособность? Вот как? Если нотариус — это юрист, да, мы тоже юристы, вот каким образом проверить дееспособность? Внешне, теоретически, ну да, мы можем спросить, какое сегодня число, как человека зовут, понимает ли он там что-то, что написано, хочет ли он там совершение вот этих, ну, какими-то вопросами добиться от него понимания. Но это очень тонкая материя. Очень тонкая материя. То есть фактически, начиная от самых простых вещей, нотариус каждый раз при удостоверении любого документа пишет личность установлена, дееспособность проверена. С личностью все понятно, он паспорт проверил. Хотя понятно, что нотариус тоже не является экспертом и не может там какую-то качественную подделку отличить, но и мы бы не смогли качественную подделку отличить. А вот что касается дееспособность проверена, следующая составляющая нотариальной фразы, вот здесь у меня большие вопросы как были, так и будут. А это самое первое. Это самое первое. До родственников, до наследников, до супругов. Второй есть момент, когда, и тоже, кстати, его проблематично, только, ну, тоже очень проблематично проверить. Когда человек продает квартиру продавец и говорит, у меня нету супруги, например, супруга, я не состою в браке. Приходит, по ряду причин может так оказаться, что в паспорте нет штампа. Приходит человек к нотариусу и делает личное заявление, что у меня нет супруга или супруги, и с этим личным заявлением его прикладывают к договору, и, в общем, вроде бы как все хорошо, прекрасно, а потом супруга-то материализуется и говорит, а как-то ты без моего согласия продал жилье, а это очень жесткое основание, если эта квартира действительно приобретена в браке и является их совместным имуществом, оформленным просто на одного из супругов, это очень жесткое основание к тому, чтобы договор был действительно признан недействительным. И от этого тоже, вот, например, как застраховаться. Опять же, в ЗАГС нужно, чтобы знать, человек в браке или не в браке, а в ЗАГС, в какой ЗАГС, того района, этого района или того города, например, идти, да, то есть, вот как здесь быть? Или покупать только новое по 214 ФЗ, а вторичный рынок вообще забыть? Ну, это же тоже неправильно. Панацея здесь нет никакой, на мой взгляд, до тех пор, пока не будет приведено полностью в порядок все взаимодействие информационное. А страховка? Вот, единственное, что может застраховать титул, титул собственника. Вот, но это дополнительные расходы, соответственно, для покупателя. Ну, просто, вот, несмотря на то, что мне приходилось и правовую экспертизу сделок этих проводить самостоятельно, да, смотреть, какие документы запрашивать, и все, что возможности их адвоката делать, делать для клиентов, которые планировали что-то покупать. Ну, вот, я даже сейчас слушаю сама нашу программу, которую сейчас прям слушают и наши слушатели, и понимаю прекрасно, что, послушав все это, покупать на вторичном рынке не захочешь, потому что предсказать на 100%, или хотя бы, как мы всегда говорим, 99,9% в периоде, потому что все, что не от нас зависит, мы гарантировать, не можем, но тем не менее, с максимальной какой-то долей вероятности, что здесь все хорошо, невозможно, потому что действительно в какой-то момент что-то может вылезти, что мы не можем проверить, будучи очень добросовестными, желающими все проверить, но самостоятельно мы этого сделать не можем, поэтому вот здесь, мне кажется, что расходы на страховку титула в какой-то ситуации могут быть обоснованными расходами на тот случай, если все-таки что-то произошло и не получилось. По крайней мере, эти расходы на страховку, они оправдывают ваше спокойствие. Вы застраховали титул свой, вы спокойно живете, и эти расходы, они оправданы. Самая большая проблема заключается в том, что квартира, которая стоила 5-7 лет назад одни деньги, сейчас может стоить совершенно иные, и это в разы. Не просто проценты какие-то, в разы, реально в разы. И на те деньги, которые вы потратили тогда на эту квартиру, вы не купите сейчас пятую часть этой квартиры. Даже если вы их по страховке, хотя там на 5 лет она в общем не действует, там, по-моему, на срок сковой давности, она заключается на 3 года. На 3 года, да. Срок сковой давности тоже штука такая, в определенной ситуации можно представить уважительные причины пропуска этого срока и отсудиться уже за его пределами. Но тем не менее, даже за 3 года цены могут измениться так, что на эти деньги потом аналогичное жилье ты уже не приобретешь. То есть, опять же, на самом таком сложном положении оказывается именно покупатель. Продавцу-то что? Он получит обратную эту квартиру, она ликвидна, она стоит столько, сколько стоит сегодня, а не 3 или не 5, не 8 лет назад. Вот что думаете, Александр? На самом деле, страхование титула, оно интересно хотя бы тем, что человек может просто обратить в страховую компанию с кипой документов, которые у него есть. Если страховая компания откажется, собственно, заключать договор, то, видимо, с этой квартирой что-то не так. Как в банк. То же самое, да? Это второй уровень проверки. Но на самом деле, насколько я знаю, ни банк, ни страховая компания, они глубоких проверок не проводят. У них просто есть зоны повышенного риска, стоп-листы. Они говорят, вот такая-то, такая-то ситуация, вот в схеме она соответствует такому-то риску, с этим риском мы страховать уже не будем. Все, стоп-лист, до свидания. Да, естественно, если вы сами или с помощью риелтора проведете более глубокую проверку, более тесно пообщаетесь с продавцами, с соседями квартиры, что они думают, собственно, о продающем квартиру или о собственниках, то, возможно, вы от сделки не откажетесь. Да, потому что во многом, во многом, ну, по крайней мере, если не конечному покупателю, то риелтору позволяет ориентироваться на рынке просто большое количество сделок и большой опыт общения с людьми. Ну, они, что называется, не знаю, каким местом, но чуют, да, вот засаду, что называется, да, то есть вот, то есть больше во многом на интуитивном уровне. Не юридическая материя уже, Александр, понимаете, про чует засаду. У меня была, относительно недавно был клиент, который хотел приобрести в строящемся коттеджном поселке некий объект и просил посмотреть документы, то есть тот договор и вообще те документы, которые возможно получить. Мы получили все, что хотели у застройщика, волосы у меня встали дыбом, честно говоря, от этих документов. И я юридическое мнение свое и сказала, что с этими документами я бы никогда не стала рекомендовать своему клиенту покупать объект недвижимости. Но при этом человек настолько хотел это, что я знаю, что она приобрела. Понимаете, несмотря ни на что, несмотря на то, что она обратилась к юристу, ей посмотрел юрист документ, ей дал свое заключение. Там просто очень специфическим образом, совсем не по 214 закону и даже не по стандартным, в общем, более-менее схемам, совершенно без гарантии, без всего, вот это все дело оформлялось. Но она вот, ну, очень хотела, это была женщина, очень хотела приобрести именно этот объект недвижимости. Вот эмоции, Александр, тоже к вам вопрос, часто играют роль в отрыве от темы нашей программы, в отрыве от юридической составляющей любой сделки. Ну, на мой взгляд, во многом, конечно, взаимоотношения, которые складываются психологически между продавцом и покупателем, они часто определяют, собственно, ход всей сделки, потому что известный случай, когда люди чуть ли не дерутся из-за того, кому достанется ключ от ячейки, куда закладывают, откладывают деньги при сделке. То есть, бывает, что люди просто буквально настолько психологически оказываются несовместимы, что они просто встают из-за столов и уходят, да, и как минимум сделка откладывается там на неделю, может, и на больше срок, пока, собственно, риэлторы, да, если не присутствуют в сделке, не помирят стороны, ну, если, конечно, нам это удалось. То есть, на самом деле, играет роль и впечатление, собственно, которое происходит от квартиры, которую покупают, потому что бывает, что люди... Мне кажется, объект даже важнее, вот, в принципе, потому что это жилье, если мы говорим о жилье, по крайней мере. Приходят, говорят, это мое, это мой район, вот как будто вот мне во сне приснилось, Мой вид из окна, да, вчера вот я видел это во сне, и вот я так представил свою квартиру, свой район. И тем более, что если это мне еще и по карману, то вообще замечательно. А если тут еще приходит продавец, да, который тебе чем-то импонирует, да, каким-то образом, то тут уж как бы иногда люди вообще забывают о том, что нужны какие-то документы. Ну, я как бы совсем уже утрирую, да, но во многом... И на самом деле, если вернуться к рынку новостроек... Александр, Александр, вот на самом деле я с удовольствием бы вернулась к рынку новостроек и продолжила бы эту тему, потому что очень много есть что сказать, но у нас уже буквально 20 секунд осталось в программе, поэтому я бы хотела закончить ее на той ноте, что все-таки давайте не эмоциями очень хочется. А руководство правовыми моментами напомню, что у меня в гостях был Дмитрий Щеглов и Александр Пыпин. Мы обсуждали сегодня сделки с недвижимостью. Формулу права в эфире каждый четверг с 11 до 12 часов. Слушайте нас.